Так, все, запись пошла. Добрый вечер, Хасай Магомедович Алиев. Привет, привет. Сегодня у нас, да, у нас сегодня третий урок и с нашей... Слушай, я знаю, что подумал. Я подумал, что как мы с тобой в прошлый раз договорились. Во-первых, как ты предложил по традиции картину, каждый раз какую-нибудь мою необыкновенную статью. Вот эта картина называется «Эволюция». Она совсем другая, чем прежняя моя картина. И второе, о чем мы договорились, что мы будем сокращать, сокращать нашу встречу. Сокращать, чтобы людям было легче просматривать, чтобы наша школа «Человек будущего Homo Futurus» как бесплатный, ликбез против стресса для всех расширялась. Поэтому мы сейчас за минимум времени дадим максимальную практическую пользу. Чтобы один другому говорил, да ты что, такого в интернете нету, потому что они за пять минут показывают такую практическую полезность, которую нет ни у кого. Вот это школа, на самом деле. Еще я хочу сказать на всякий случай. Ты же ко мне заходил сам. Мы же не договаривались, что мы с тобой будем постановочные ролики делать. Ты сам зашел, сам спросил, и поэтому я тебе сразу стал отвечать. То есть это не постановочные, чтобы все знать. И поэтому следующее, вот мы еще с тобой три урока проведем, кроме этого урока. И после этого мы будем приглашать любого человека, которого я вообще в жизни не знаю, чтобы он задавал свой вопрос. И мы тоже даем ему приемы, подбираем приемы, он тоже показывает результат. За пять минут, чтобы... За пять минут прям показывает. Прям пять минут. Да, 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 это будет интересно. А теперь с тобой, чтобы сразу практика. Давайте. Сразу практика. Это удивительная штука. Я в прошлый раз говорил, нам нужен индикатор напряжения. У нас нужен детерминатор и констататор, чтобы создать обратную внутреннюю связь у человека, чтобы человек мог сам, без всякого специалиста, гипнотизера, тренера, сам выходить на состояние сброса напряжения, выходить на творческое вдохновение, чтобы мог заказывать себе озарение по заказу, делать изобретения, делать шедевры и так далее, и так далее. Чтобы у него активизировалась поисковая активность мозга, творческая активность мозга. Значит, индикатор. Мы говорили, что у нас есть индикатор, что руки расходятся идеорефлекторно в ответ на образ. Мы говорили о том, что у нас есть приемы типа каталепсии, а не только левитации. Мы говорили о том, что любое ощущение, которое ты сейчас у себя найдешь, любое ощущение найдешь, начнешь его раздувать таким образом. Ну, например, найди сейчас еще раз у себя какое-нибудь ощущение. Быстренько, быстренько, время идет. Ну, по телу пройдись, посмотри, где, чего у тебя как. Да, нашел? Нашел, да, нашел. А теперь мысленно представляешь, оно увеличивается, увеличивается, увеличивается. То есть ты создаешь детерминацию, ты констатировал диагностически, сканируя у себя свое состояние, нашел точку напряжения, начинаешь увеличивать, 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 создаешь тем самым доминанту, которая переключает все, разъединяет, соединяет половины мозга. Увеличил, увеличил, да? Да. А до какого размера? Больше тела или меньше? Больше делай, максимально больше делай. Больше делай, максимально. Это может быть, это может быть ощущение тепла, это может быть ощущение боли, это может быть ощущение напряжения, это могут быть какие-то потряхивания в теле. У меня свободно стало. У нас сноп, это может быть какой-то холод. У тебя что? Свободно прям стало. Свободное состояние. Как будто ее и не было. Вот ты, елки-бал. Молодец какой. Слушай, молодец. Вот сейчас ты тренируешься, тренируешься в любом месте, в любое время, в любом исходном состоянии найти внутри себя какую-то точку напряжения. На секунду его увеличить. На секунду его увеличить мысленно. И ты сразу заметишь, что у тебя раз оно исчезло, и ты выходишь на простор, когда ты можешь мечтать, соображать, думать о том, о чем ты хочешь, а не только о том, о чем ты был вынужден думать. А то, что я хочу именно пожелать, что мне нужно именно в данный момент, я то увеличиваю тот самый, да? Еще раз, еще раз. Вот. Мне вот интересно, как она к миллиардерту вот относится. Вот примерно я, вот у меня желание, вот давайте возьмем Мальдиву, да? Я, значит, Мальдив думаю, я ее увеличиваю то же самое, да? То же самое, правильно же, да? Еще раз задай, я не понял. Вот. Путешествия Мальдивы. 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 Да, да, да. То же самое, я беру ее, да, и расширяю ее тоже, да? Расширяю, да, любое ощущение, которое тебе близко в данный момент, вот в данной точке времени, ты берешь любое ощущение, начинаешь его разгонять, раздувать, увеличивать. И ты замечаешь, что у тебя в какой-то момент происходит адаптация к твоему состоянию, сброс лишнего напряжения, и ты выходишь на такой простор. Ты попробовал это? Да, я уже второй раз сделал. Ты молодец, Алексей, ты молодец. Ты точно будешь миллиардером. Слушай, скажи мне, пожалуйста, вот теперь еще раз дадим индикатор, еще один индикатор. Внимание. Десять – это шторм. Десять – это шторм. В нашей школе Homo Futurus человек будущего все это знают. Десять – это шторм. Ноль – это тишь и благодать. Вот смотри, это шторм – это десять. Это ноль. Такая пустота, благодетствие, такое хорошее спокойное состояние, которое бывает часто между сном и бодрствованием, когда ты можешь вот так вот там вот между сном и бодрствованием, когда ты засыпаешь или когда ты просыпаешься. Вот такое состояние нуля, близкое к нулю. Это десять, это шторм, это штиль. Это штиль. Вот, например, ты в данный момент, в данную секунду, на каком декаде? Я больше всего на нуле. На нуле, правильно, потому что ты уже создал ощущение, которое у тебя было большое. В следующий раз мы будем еще говорить о детерминаторе. Все это нужно для того, чтобы человек научился быстро регулировать свое состояние и перенаправлять энергию стресса на решение любых своих проблем. Чтобы легко мог изобретать, создавать, быстро восстанавливаться. Да, это мы сделаем на следующем уроке. Сегодня главное было, сегодня главное было, подытожим, подытожим, подытожим. Сегодня главное было, чтобы ты узнал о том, что есть индикатор напряжения. Для меня это новое. Для меня это новое. Да, если человек каждый раз, когда у него стресс, раз вспомнит индикатор, о, где я сейчас нахожусь, вот здесь нахожусь, а потом возьмет, сделает наши приемы, например, или лебитацию, или каталепсию, или шалтай-болтай, мы потом покажем, а потом опять измерит. Он вдруг увидит, что даже из 10, когда его штормит, когда у него страх, паники, комплексы там, бог не мой. А вдруг он потом заметит, что у него после этого упражнения снизилось. Это как стрелка, стрелка показывает. Да. Это индикатор напряжения. Это очень хорошо, что мы сегодня это узнали. Давай, до встречи! До встречи. До встречи!